Я как-то заболел театром кукол и здесь и остался. Театр кукол – это уже можно сказать частичка волшебства. Ну даже не частичка, а волшебство. Дзержинский театр кукол – это место, где оживает сказка и начинается волшебство. Вот уже 35 лет театр погружает своих зрителей в мир чудес и доброты. Его история началась в 1988 году. В этом здании в Центральном городском парке ранее располагался драматический театр. После его переезда в 1980-м здесь началась масштабная реконструкция. Активно формировалась труппа и руководящий состав театра. В 1988 году директором театра был назначен заслуженный работник культуры РСФСР Борис Иванович Жуковский. А в августе того же года главным режиссером театра стал Владимир Яковлевич Казаченко. Впоследствии наш театр попадал только в надежные и очень профессиональные руки. В разные годы директорами театра были Нина Павлоколесникова, Валентина Алексеевна Рыбакова. Ну а с именем Владимира Яковлевича Казаченко связано становление творческого коллектива нашего театра. Ведь он руководил труппой более 30 лет. За это время он поставил около 70 спектаклей, в том числе самый первый «Маленькая фея». И представьте себе, этот спектакль до сих пор в репертуаре нашего театра. Постановки Владимира Яковлевича по-прежнему актуальны и очень любимы маленькими зрителями. Наверное, потому что дают первые представления о таких понятиях, как дружба, любовь, преданность. В 2019 году преемником Владимира Казаченко стал Сергей Зицер. Он пришел в кукольный театр в середине 90-х из Дзержинского театра драмы. Столь неожиданный поворот своей актерской судьбе Сергей Романович называет счастливым случаем. Держать зал не живьем, как актер театра драмы, а через предмет держать зал в напряжении и получать оттуда эмоциональный отклик, это мне показалось несколько сложнее и интереснее. А почему, почему город они клюют? Обленились потому что! Да, не то, что воробьи! Вот уже 25 лет Сергей Зицер создает на сцене неповторимые образы и дарит юному зрителю удивительные спектакли в качестве главного режиссера. Посмотрите, когда неодушевленный предмет, собранный из тряпочек, деревяшечек, железочек, гайчик, из папье-маше, вдруг оживает. И самое интересное, зрители этому верят. Не только дети, но и взрослые. Хотя взрослые-то легче верят. Это вот детей сложно обмануть. Мы с вами, ребята, что всем по труду достается зарплата. Денежки могут упрыть и сгонить, если не древно, за ними смотришь. Бутафорский цех – одно из самых интересных мест в кукольном закулисье. Именно здесь, в творческой мастерской, рождаются персонажи, изготавливаются элементы костюмов и фрагменты декораций. Все куклы создаются вручную. Для каждой постановки формируется своя, эксклюзивная коллекция образов. Настроения и наряды персонажей могут меняться во время спектакля. Поэтому для некоторых кукол бутафоры создают дублеров с полным парфетным сходством. Процесс создания куклы очень непростой. Над ее созданием трудится сразу несколько художников. Мы делаем эскизы, занимаемся конструкцией и механикой, шьем костюмы, делаем украшения. Мы стараемся сделать наших кукол максимально легкими и красивыми, чтобы нашим актерам было удобно ими работать, а нашим зрителям всегда было приятно смотреть на наших кукол. Театральная сцена – это сказочный мир, где молчаливая, статичная кукла обретает голос, движение, эмоции. Она буквально оживает в виртуозных руках актера. Каждый артист наделяет куклу душой и характером, учит ее петь, танцевать, рассказывать удивительные истории. Знакомство актера с персонажем начинается задолго до премьеры. Вот мы получили куклу и приступаем к работе над спектаклем. Первое, что мы должны определить куклы – это ее образ и возраст. И как она разговаривает, потому что есть еще речевые характеристики. Например, если бы у заяца было два зуба, то он бы разговаривал так «Здравствуйте, я Гога». И у нас в некоторых спектаклях так разговаривают куклы. А этот заяц и скатал в сапогах. И этот заяц необыкновенный. Он падает в обморок. Ну, иногда только. И поэтому у него глазки закатываются вот так. Ой, и что? И меня съедят, да? А еще у нас другие куклы есть. Они более возрастные. И речевая характеристика у этой куклы тоже должна быть соответствовать ее внешнему виду. Здравствуй, кошечка Хрю-Хрю. От всей души благодахрю. Я и семья Покуды живем совсем не худо. Чего? Ничего нету. Сказал ничего нет, значит ничего нет. Во время репетиции актеры прорабатывают нюансы подачи своих персонажей. Оттачивают реплики, экспериментируют. И даже за ширмой, когда зритель не видит их лиц, кукловоды ни на минуту не выходят из образа. А вы знаете, как тяжело его разбудить утро? Потому что ваш Петя. Лентяй и лопатный ясный. Ширмовый спектакль «Сказка о потерянном времени» стал ярким дебютом для актрисы Ксении Страховой. Я сыграла вот такого прекрасного персонажа. Это мама Пети Зубова. Подготовка, да и сама премьера была очень волнительна. Я уверена, что секрет успеха наших спектаклей, в том числе и в сплоченности нашего коллектива. Мы единое целое, где каждый готов прийти на выручку, поддержать словом и делом. Шесть лет назад в фойе второго этажа открылся бэби-проект «Театр на подушках». С его помощью дети в возрасте от шести месяцев до трех лет впервые знакомятся с театральным искусством. Происходит это в игровой форме, с песнями, танцами, полным вовлечением в сценическое действо. Сейчас в афише более десяти самых разных спектаклей категории 0+, продолжительностью 30 минут. Сегодня мы были первый раз в Театре кукол, смотрели спектакль «Курочка ряба». И мне и ребенку очень понравилось, было здорово. Впервые мы были на подушках, смотрели. И это очень здорово, что дети могут бегать, взаимодействовать, трогать кукол и общаться друг с другом и с персонажами. Держинский Театр кукол – активный участник региональных всероссийских фестивалей и международных конкурсов. Каждый год театр выезжает с постановками в новые города и сам принимает на своей сцене коллег из других регионов. В 2021 году мы впервые приняли участие в больших обменных гастролях, которые организованы федеральной программой Росконцерта. Тогда мы побывали в Оренбурге и привезли туда замечательные спектакли «Волшебный дождевичок», «Два веселых гуся» и «Звездный мальчик». Меняются времена, но Держинский Театр кукол по-прежнему остается маленькой страной счастливого детства, где в благородном блеске софитов рождается чудесная история нового поколения. Не движется вперед, час за часом просто так, это вовсе не пустяк.